Готланд, это остров в Балтике, он принадлежит Швеции пока что. Это церковь, церковь любви. Ты прекрасен такой, какой ты есть. Мир принимает тебя таким, какой ты есть. В однополом браке, транссексуалом. Ты можешь быть кем угодно, но изменить нельзя. Вся любовь от Бога. Не бойся. Боин Теред. Привет, дорогие мои люди. Рада вас видеть на моем канале. Сегодня пойдем смотреть на кафедральный собор Висби. Будет такое, знаете, ботанское видео, которое, я знаю, вы меня любите. Если вам не нравятся ботанские видео, вы можете посмотреть это видео. Вообще, я вожу экскурсии по Стокгольму, не по Висби. Делаю вам видео про шведов, про меня, про Стокгольм, про Швецию. И этот канал, в общем-то, про это и есть. Поэтому подписывайтесь. У нас очень уютно и душевно. Я нахожусь сейчас на острове Готланд. Это остров в Балтике. Самый крупный остров в Балтике. Он принадлежит Швеции пока что. И здесь кафедральный собор XIII века. В Висби – это епископат. В Швеции 13 епископатов. И архиепископ в Упсале. Это единственная средневековая церковь, которая все еще рабочая в Висби. На самом острове, на Готланде их 90 штук. Остались в практически первозданном состоянии. Но в городе Висби было аж 17 средневековья. Почти все сегодня в руинах. И вот одна, которая все еще стоит. Просто после XV, до уже, в принципе, XIV века, благополучие Готланда пошло вниз. И этого города тоже. И не нужно было 17 церквей в маленьком городе. Людей стало меньше. Церкви держать дорого. Поэтому они скинулись, как бы, и решили из всех церквей оставить одну. Я на Готланде езжу 22 года. Почти каждый год. Исключение было 2004 и 2020. Зато за последний год я три раза поездила. Поэтому я точно 22 раза здесь была уже. За что я люблю остров, наверное, вы можете посмотреть в моих видео, которые я несколько лет подряд снимаю уже здесь. Сегодня хочу именно про этот собор поговорить. Потому что, когда я еще не жила в Швеции, допустим, второй, третий, четвертый год, я уже ездила сюда регулярно. Я мечтала просто. Стояла, например, на моей работе. Я работала на ресепшен в отеле пятизвездочном в Иерусалиме. Вот ты стоишь на ресепшене, и я просто закрываю глаза и мечтаю, что я сейчас сижу вот здесь, на этой траве. Я именно об этой траве много лет мечтала. И слушаешь колокольный звон именно этой церкви. Что-то в этой церкви есть. Вообще церкви мне очень близки. Наверное, потому что выросла я все-таки в культуре христианства, пускай и православия. Но все-таки это христианская культура, которая каким-то образом проникла в мою нерелигиозную относительно семью и в мою нерелигиозную. То есть что-то, конечно, такое родное вот в этих колокольнях, колоколах есть. Но я вообще не считываю тему Бога или Иисуса как что-то, во что я верю. Вообще нет. Тем не менее, церковь для меня сегодня это культурный пласт. Это место как магнит. Потому что здесь люди веками, да, намоленное место. Веками сюда приходят, приносят свои горести, радости, похороны, свадьбы, молитвы, мечты. И все это отражается в церкви. То, как она выглядит, это то, что в нее несли люди. Достраивали, перестраивали. Аварии, которые случались, это отражают стены именно этой церкви. Вы сейчас поймете, о чем я говорю. Но для меня эта церковь очень близка. Вообще любая церковь подходит под это описание. Но так получилось, что когда я в 2001 году приехала сюда первый раз, я попала на средневековую неделю. Это такой фестиваль, который проводится ежегодно. И я влюбилась по уши. Ты просто переносишься в какую-то другую реальность. И это, конечно, повлияло на то, что именно эта церковь, она так глубоко сидит в моей душе. Ну и сейчас она засядет и в вашу. Не факт, конечно. Заварите себе чашечку кофе или чая. Возьмите что-нибудь, чтобы вам было уютно. Поэтому пойдемте рассматривать эту церковь. Кстати, вот так выглядела церковь в XVI веке. Она сама XIII века. И сегодня, в принципе, она не сильно изменилась. Башня перестроена, две маленькие построены. Но основа все та же. Это все еще церковь XIII века. На, по-моему, процентов 70 или даже 80-100. Очень много, в отличие от большинства других церквей мира. Люди испокон веков хотели объяснить непонятное. Они понимали, что многое необъяснимо. Какие-то физические моменты, какие-то моменты во Вселенной. То есть они просто необъяснимы до сих пор, ведь необъяснимы. И с помощью религии пытались как-то это объяснить, как-то это в контекст какой-то ввести, чтобы можно было по полочкам наше бытие разложить. Но оно же не раскладывается. Конечно же, именно церкви должны еще и дать тебе почувствовать, какой ты маленький и незначительный, какая сила Бога огромная. Немножко унизительная религия, на самом деле. Особенно у истоков и во времена католицизма средневекового. Сегодня, конечно, здесь больше про равенство, про то, что Бог слышит каждого. А раньше было про ты, никто, Бог, все. Но ощущение, что ты часть чего-то большого, оно здесь присутствует, конечно, до сих пор. Вообще в любой церкви. И часто это большое, это не Бог, ну для меня, по крайней мере, а община, знаете, общность, общество, да, однокоренные слова. Просто тот факт, что здесь люди умирали много веков, их хоронили в пол, что на этих скамейках много десятилетий сидели люди, сюда приходят. То есть это как центр, как магнит притяжения. Контекст огромный, большой. И я часть этого контекста. Это немножко опьяняет, кружит голову. Здесь корабль и море. Отдельная часовня, посвященная морским трагедиям, которые произошли в Балтике, как-то связаны с Готландом. Например, корабль Ханса потонул в 44-м. Он был частью транспорта с Готланда на материк. Дальше вот вам Эстония. 94-й год, сентябрь. Помните, наверное, паром. Дальше это посвященное беженцам из стран Балтии. В основном в 44-м году приехали сюда беженцы после того, как Советский Союз вошел туда освобождать. И цунами. В 2004 году погибло очень много шведов и несколько из Готланда. В одной из частей церкви после службы такая традиция ширки кафе, церковное кофе. Я хочу, на самом деле, показать вам вот эти витражи. Но меня пригласили бабушки на кофе. Я, наверное, кофе не буду пить. Я только что позавтракала. Но я хочу показать. Просто печеньки, кофе. Очень приятно. Спасибо. Не будем брать. Вот эти новые витражи. Ангел возвещает о том, что Иисус воскрес. Мария видит его в саду. И не уверена, что это Иисус. Видите, у него проколоты ноги и руки. Ну, соответственно, мы понимаем, что это Иисус. Но она, когда понимает, то происходит чудо, и сад превращается в райский сад. Отдельная маленькая часовня с этими витражами. Здесь можно похороны сделать поменьше. Какие-то концерты маленькие провести. Ну, вот эти современные витражи мне очень нравятся. Особенно вот это. Это имеется в виду Поднебесный Иерусалим. Это Иерусалим, который прямо под Богом. Ну, тут интересно. Святой Дух, голубь. И баран, символ Готланда. А еще посмотрите, в Поднебесном Иерусалиме, что у нас есть. Церковь Мария. Это именно эта церковь. И вообще-то не совсем это Иерусалим. Посмотрите. Это Готланд, конечно. Но у Иерусалима тоже есть стена вокруг города. То есть здесь одновременно и Иерусалим, и в Висби. Ну, как им там хорошо. Сидят, кофе пьют. Здесь, посмотрите, у них выложен такой кораблик из известняка Готландского. И можно написать записочку, карандашик, и положить туда. И такая идея, что этот кораблик идет в вечность и в Царство Божье. Ну, то есть к Богу, конечно, уносят твое желание. Что-то вроде Стены Плача. Они здесь организовали первый раз. Вижу такое в шведской церкви. Вот там алтарь. Крестины обычно здесь, в Северной часовне. Это копия средневековой Марии, которая здесь была с XIII века. Оригинал сейчас в музее. И вот здесь крестят младенцев. Тоже XIII век. Соответственно, там алтарь. А здесь у нас Мария. И если спиной к алтарю встать, Мария справа. Получается, как Иисус справа от Бога в Царстве Божьем. Ну, то есть там уже наверху на облаке. Почетное место, в общем. Вот еще интересный момент. Здесь, видите, корабли в буре рушатся. Это произошло, по-моему, в 1056. Тогда Готланд был датский. Они пришвартовались тут. И начался шторм, который длился 6 часов. И корабли просто друг об друга сильно побило. И погибло больше 3000 человек за 6 часов. 500 лет назад. Вот и в честь этого здесь эта картина. Наверное, самое старое, что у них есть, это скульптура Иисуса. Он раньше одной рукой как бы крестит. А во второй руке что-то держит, я уже не помню. Но она существует здесь с самого начала церкви. И раньше была на столбе. Столб, который, скорее всего, стоял чуть-чуть вот туда, чтобы этого Христа поднимать прямо в эту дырку в потолке. То есть вознесение, чтобы получалось. Эта дырка в потолке, никто не знал вообще, для чего она. Пока не померили ее диаметр. И не померили Иисуса. Они прямо, знаете, разница в сантиметр. То есть он идеально заходит в эту дырку. Скорее всего, он туда как бы возносился в средневековых церемониях. Еще в этой церкви акцент на искусство. Бывают выставки регулярные. Плюс есть несколько современных икон. Вот это очень известная работа, где Иисус с радугой говорит, не бойся, боя интеред. Эта церковь, не то что в отличие от остальных церквей, но более других церквей, позиционирует себя как церковь любви. То есть ты можешь быть абсолютно кем угодно, любить кого угодно, пока это ответно. И никто не может тебе сказать, что это как-то неверно, неправильно. Ты прекрасен такой, какой ты есть. Вот ты, кто смотришь это видео. Мир принимает тебя таким, какой ты есть. Вся любовь от Бога. Последнее предложение. Я не от себя говорю, а цитирую церковь, потому что я в Бога не верю. Но я верю в любовь. Я верю, что мир принимает тебя именно таким, какой ты есть. И я живу так свою жизнь. Я знаю, что мне все рады. Те, кто не рады, это не моя проблема. Потому что я хочу всем добра. Я никому не желаю зла. Кстати, о любви. В прошлом году здесь было скандалище. Именно в этой церкви. Епископ изменил жене. Ему пришлось оставить работу. Ты можешь быть в однополом браке. Ты можешь быть транссексуалом. Ты можешь быть все равно священником или священницей в шведской церкви. Но ты венчаешь людей. И они тебе клянутся там в вечной верности. Что они потом будут делать, это их проблема. Но если ты принимаешь их клятвы, ты обязан сам им следовать. И, соответственно, священникам в шведской церкви нельзя изменять. Изменять это, конечно, не очень прикольно. Потому что ты обманываешь человека. Но это не незаконно. Но если ты священник, то это идет в разрез с твоими убеждениями. И епископ этот ушел от жены к любовнице. И сказал, что я не могу больше работать священником. Извините, у меня с ней отношения начались еще во время того, как я был женат. Вот такой скандал был. Ну, такой мягкий скандал, даже приятный скандал, что влюбился, ушел и сказал, извините, я честно, я не могу работать священником. То есть ты можешь быть кем угодно, но изменять нельзя. В конце службы перед священницей, которая в бежевом понче, ушла девушка и несла такой крест на шесте. Этот крест всем главным церквям в Швеции подарила эфиопская евангелическая церковь Микана Иисус. Представляете, в Эфиопии есть вторая по величине лютеранская церковь в мире, после шведской. Я, кажется, понимаю, почему для меня именно эта церковь такое намоленное место. Она на острове. Остров оторван от реальности немного. Для меня здесь просто как бы я умываюсь от всех тревог, от всех забот. А эта церковь получается как остров внутри острова. Ты заходишь, и даже от островных проблем как будто уходишь. То есть полное спокойствие, апофеоз, беззаботности, очищение. Но вон уже мой паром стоит. Вот. Ну или такой же, на котором я через три часа уезжаю. Спасибо большое, что досмотрели. Мне очень понравилось снимать. Надеюсь, вам понравилось смотреть. И до встречи на следующих видео. Подпишитесь, поставьте колокольчик, чтобы получать извещения о моих видео и обязательно об эфирах. Потому что я этим летом буду делать эфиры по Стокгольму. Будьте со мной. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok